Мы находимся в магазине для животных, для кошек и собак. При гипермаркете E-Mart сейчас пооткрывали вот такие магазинчики, но ассортимент здесь всегда растет в два раза дешевле в интернете, поэтому здесь мы это брать не будем. Нам нужно купить туалет. Вау, какая классная штука. Это такая сушилка. Сюда собаку заводишь, включаешь и собака сухая. Классная штука. Тут всякие полотенца для собак. Вот она вот так выглядит и стоит 150 баксов. Ага, она вот сюда ставится, вот эта штука. И все, и собачка там поджаривается. Прикольно. А есть вот такие вот просто драйги большие. Фены для собак собачьи. 130 долларов стоит. Конечно, в интернете это все дешевле гораздо. Просто в интернете и закажешь, потом ждать. Сейчас у нас праздники, придется ждать 2-3 дня. А нам нужно сейчас корм для собак купить, поэтому мы сюда пришли. Вот видите, такие, как для детей, прям сумочки для собак такие же. Прям органик такой. Все такое милое, все хочется купить. Очень много одежды модной для собачек. Все вот в таком современном стиле. Здесь очень много всяких собачьих вкусняшек. Что вы там? О, дейди. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Смича дейди нжа арасу. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха-ха-ха. Вот здесь очень много всяких собачьих вкусняшек. В основном это идет фирма вот этого магазина. Они же выпускают свои здесь вкусняшки. Они же выпускают свои все шампуни, свой корм. Все-все-все у них есть именно вот этой вот фирмы. Ну и другие, конечно, тоже фирмы есть. Тут из утки тебе, из какого только черта здесь вкусняшек нет. Очень огромный выбор. Также есть китайские, но китайские такие проверенные, заводские. Которые безопасные тоже вот есть. Вон там собачки. Здесь есть отель для собак, где люди когда уезжают куда-то надолго оставляют здесь своих собачек. И на продажу тоже есть чинки. Нет, такой нам не надо. Я их собираюсь приучать к унитазу, поэтому нам нужно только просто такой учебный маленький. Нет-нет-нет, совсем дешевый. Самый-самый-самый. Да. Это не так? Ну вот этот, вот этот, но пока не стоит. Но я их собираюсь, куда они купили? Здесь нет. 14. Интернет? Да. Так как еще не торопно для них, попозже закажем. Вот столько стоит наполнителя для кошек. 8. 800. Вот он. Это да. Интернет. Это очень много. Это очень много. Это очень много. Их очень много. Это очень много. Разные есть наполнители. Но Софья говорит, что это все не то, что она в интернете закажет то, что нужно. А так вот такие вот всякие разные. Есть наполнители. И песок. И вот такой прям как сахар. Так, ладно. Кошки у нас еще ждут, они очень маленькие. Им 3 недели от роду где-то примерно. О, сколько вкусняшек. Просто капец. Очень много. Очень. Но у нас собаки очень сильно растолстели. И мне в больнице посоветовали их не кормить никакими вкусняшками, а купить им диетический корм. Канаджи и Сарио. Да, это Сарио. Диетический корм нужно купить. Вот Морлис тоже от этого магазина корм. В последнее время мы не берем какой-то дорогой зарубежный корм. Берем корейский вот от этого магазина. Он вполне хороший. Главное диетический, чтобы он был. Дает. Ну да. Так же есть вот такой вот какой-то ручной работы. Такой, который долго не хранится. Который сразу можно съедать очень быстро. Нутрина. Что-то ее не хвалят. Она очень сильно дешевая. 7 долларов за такую огромную пачку. Это очень дешевая. Там, наверное, одна кукуруза. Оригин. Придется взять что-то дорогое. Потому что, ну, за 7 долларов не вызывает доверие. Здесь нет дайета. Здесь нет дайета. Здесь есть хелестерейт. Это дайета. Это дайета. Хелестерейт. Это 미국? Да, 미국. Это гран Генера. Это гран Генера. В тихо. Без два. Наши этот гран ДВД нет. Тяжелый минус. Кабиевый минус. Народный минус. Запада? Незавидан, давайте. Незавидан,mass ζем. Аг. Незавидан,bullя,стан. Незавидан. Не надо. Незавидан. Незавидан,сайл. как-то так здесь выбор конечно очень небольшой кормов в интернете надо было конечно заранее заказать как обычно у нас все резко закончилось в интернете конечно выбор намного больше также здесь есть вот такая вот еда которую готовят свежая такая вот еда то что хранится в холодильнике то что нужно сразу крылышки утки есть прикольно я бы сама съела сейчас с удовольствием такую вкуснотень это мне да мы пришли какой-то ресторанчик где жарят безлимитно устрицы ракушки жарят на угля двадцать пять рублей срыва поехали давай а вот здесь собственно их берут всякие разные очень много разновидностей сортов смотрите какие огромные с мой телефон даже больше это обычная устрица также здесь вот такой мини-фуршет можно выбрать мясо свинина говядина все что угодно креветки грибы все это входит в стоимость в эти 25 долларов с человеком разве это не круто мне кажется это очень дешево очень много всякого разного пива даже есть вот всякое иностранное пиво такой выбор как в магазине конечно но выбор есть видите японская китайская американская европейская все есть а а а а а а а а и или писал он его литер на нянь это вообще дорогая такая фигня дорогие раковины морского ушка называют и да здесь без лимитно можно есть пока не трезнешь пока не лопнешь папа принес тут мясо уже всякого разного креветки мясо в общем жарят вот здесь это такой противень вот сюда видите стекает весь жир из мяса а на решетке жарят только раковины и креветки можно еще там жарить а я и живу кидать и дамы и дамы у нее и дырка львен это ребра это дамы сангерсаль про который я говорила три прослойки жира свинина это не сало не путайте это салом салат корейцы нельзя это специально выращенная такая свинина здесь такая система вам дает вот такую корзинку вы набираете в нее что хотите пиво там над напитки какие-то и потом на выходе отдаете эту корзину подсчитывают пустые ваши бутылочки и вы за них расплачиваетесь то есть не нужно заказывать каждую бутылку кого-то сами идете вдоль холодильников сами берете сами пьете в россии бы такой нора не прокатило все бы выпивали и в сумку в рюкзак себе составляли пустые бутылки даже тоже такие ребра вкусные это и кальби элэй это лос-анджелес да кальби по лос-анджелески ребра по лос-анджелески пик выговоришь сама чем-то мы стоял а джима а джима там и т.е. в общем-то полное самообслуживание сам жаришь там бегаешь там все приносишь и такой барбекю стайл и такой барбекю стайл я могу да корейцы любят вот так пожарить сыр можно в него макать те же устрицы и есть такое ощущение что откроешь эту раковину а там жемчуг на огне они вот так медленно начинают раскрывать видите раскрывается там очень много белка мяса и эти такие дынч дынчик открывается смотрите какая там многослойная мясная прослойка это кстати не самые не самая дорогая разновидность ракушек так как на вкус она в принципе уступает каким-то другим видам но мясо очень много в ней как по мне на вкус они более-менее все похожи просто полезный легко усваиваем белок настоящий морской обожаю это блюдо в корее он раскрывается видите для меня все битес я ничего не понимаю в корейском кей-поп если пацаны значит все битес если девчонки значит все блэкбинг такого вида ресторанов в корее всегда немножко антисанитария так как но это само собой разумеется да такой вид барбекю конечно даёт себе знать но в этом есть свое какое-то очарование как на природе да было бы здорово если бы это было на открытом каком-то пространстве а не в заведении но что поделать я вообще всегда люблю рестораны уличные потому что на улице и аппетит всегда лучше и есть приятнее всегда на улице поэтому если есть альтернатива то я всегда выберу улицу уличный ресторан друзья столько еды столько мяса столько морепродуктов но нет корейцы без рамена жить не могут вот здесь отдельно продается рамен все остальное бесплатно рамен нужно покупать отдельно продается рамен стоят специальные плиточки специальные кастрюльки и вот такие вот всякие добавки для варки рамена и конечно же софья без рамена жить не может собралась варить рамен вот сегодня просто так здесь целая инструкция как правильно варить рамен вы думаете это вам какой-то странный доширак нифига нет смотрите какая технология я не могу а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok